Друзья, добрый день! Меня зовут Лосинок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Мы сейчас с вами находимся в Греции, в поселок Кавала. Сейчас мы будем смотреть с вами отель Эмарет. Это самый такой колоритный отель в данном регионе, так как он раньше принадлежал туркам до 1660 года, священнослужителям, потом он был разрушен и потом его восстановили и сделали отелем. С вылетом из Минска 3000 евро на двух человек, 11 ночей на завтраках. Судя по всему, это главный ресторан, Спуск. Деревянный пол. Ну вот видите сами. Такой английский джентльменский клуб. Бар. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Видите, какие крыши старые. Судя по всему, это камины или печки. Это владелица отеля и менеджер отеля Gastrolation. Что такое бы еще увидел? Внутренний дворик. Бассейн. Все в старом турецком стиле. Несколько раз подумаешь спускаться здесь. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Здесь зона отдыха. Добавляем субтитры. Треш beriangu. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. А здесь трианглы? Да. Это трианглы? Это триангл? Пристранилась еда в таких морковшинах. Друзья, это очень интересное место. Здесь была школа, где готовили имамов. Это самая большая. Здесь брали маленьких детей с равных сословий. Три стадии было начальная, средняя и высшая. Здесь начальная стадия проходила обучение. Здесь также была благотворительная кухня. Любой желающий мог прийти сюда, покушать суп, взять хлеб и уйти отсюда. Здесь же такое было касание с религией. Видимо, проповедовали, рассказывали про ислам. Во втором дворе там находится сад. Там уже занимались имамы, которые становились старше. И в третьем дворе там уже высшая школа была. Крепостная стена и вид на порт. С желчанием воды и высокими деревьями. Это воссозданный восточный сад с желчанием воды и низкими деревьями, чтобы можно было в тени укрыться и секретничать. И чтобы не было слышно. Этот двор в виде треугольника сделан. Релакс-спа для нескольких человек. Вот так мы наклоняемся. Комната для массажа. Здесь душ. Смотрите, здесь бассейн такой. Он метр десять. И видно, не видно, видно, видно. Наверное, переплываешь в другую комнату. Там тоже бассейн. Вода холодная. Друзья, если вы хотите в этот отель, оставляйте ваши заявки. Мы поможем вам его забронировать. Вы можете это сделать самостоятельно у нас на сайте viking.by или связаться с нашими менеджерами. Они вам помогут. Если вы любители старины, любите экзотические такие отели с изюминкой, или отели-музеи, то этот отель вам будет очень интересен. Это небольшой бассейн. Он предназначен, чтобы не купаться, а зайти в него, охладиться и сразу же выйти. Это самая низкая категория, которая здесь есть. Доска, пол, возможно паркет, возможно просто, деревянный. Коврик, камин. Это сьют первой категории. Паркетная доска, пять. Ковер, диваны, камин. Ковер, диваны, камин. Ванна. Это цикл номера выше, чем предыдущий, который мы с вами смотрели. Метная. Примерная. Здесь еще спальня. Ну, ребята, любители, короче, такие отели. Очень пафосный и дорогой. Я отстал от группы, потерялся немножко. Ну, я думаю, сейчас найдемся. Прогуляемся здесь. А, я попал, судя по всему, в комнату отдыха и главный ресторан. Это на входе, короче. Ребят, в этом отеле до сих пор летает дух графа Дракула. И, судя по всему, возможно, он здесь и останавливался пару раз. Потому что, ну, отель такой, он очень специфический, очень на любителя. Вы все видели. Поэтому, если кто-то его будет бронировать, посмотрите внимательно видео, почитайте еще раз отзывы, подходит ли он вам. Потому что в атмосфере он такой, ну, очень-очень на любителя. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений.